видишь двое сели петя это сосед мой поднял 10 штук стало штук 20 понял он смотри сколько голубей к моей прибавляется но это не мои лишь лодка такая замечательная куда те уж не вон они вот-вот-вот-вот смотри 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 кто-то сегодня жестко потерял голубей но не потерял потому что их не дам сесть они сядут я их потом выпущу как погоду на спеть он 5 стоит у нас сосед наш уже звездой экрана станешь петь тебя вся россия весь мир увидеть думал снег будет но он мокрый идет к эти такого нету туман конкретно наверху 2 серии как бы из моих здравствуй так еще садиться я с посмотрим как супер голуби будет тебя появить я выпускал 10 штук и стала штук 20 начата стоя прибилась к моим то что хоть птица летит молодец да я откуда знаю сейчас такую погоду она может из дубовки сюда птица попасть из кабыше на попасть они могут и на 100 километров уйти и на на 200 если мозги не работает у голубей они могут куда попал уйти вот для этого и делается вот эти затаскивание выпускание голубей не для того чтобы голуби летали а чтобы голуби умными были сейчас на паузу поставлю будем ждать друзья мои вот один сидит двое тут на крестовине 7 штук мокро я даже не могу 267 штук эти те оторвались как бы от моих скорее всего практически я знаю чая это птица может быть потому что сколько лет я гоняю вот только у одного человека голубей а когда рано утром поднимал вот с моими летали летали приспустились и уходили потом как мои на посадку они ушли вверх голуби летали долго нашел этого человека тоже армянин ну кто живет в волгограде скорее всего знают зовут его уфу можете у него даже спрашивать я специально находил там он живет где-то километров может 7 8 9 от меня и вот ну те годы у него штук 6 7 были эти голуби каждый раз я бинокль смотрел эти голуби летали но там голуби были без боя пакистанцы нашел я этого человека приехали там но познакомились дружим общаемся скорее всего это его голуби есть потому что в такую погоду мне кажется кроме него больше и не посмеет голуби отпускать там тоже гонная птица вопрос я говорю я игру не видел там не было игры я приехал к нему спросил он говорит да они летают очень хорошо только без боя голуби в общем я сами видели голубят не не стал открывать потому что голуби можно посадить если бы я сейчас сто штук вытащил бы сюда эти голуби приспустились бы то есть сели бы но чужих голубей я как бы не ловлю наоборот когда садятся на мою крестовину я их пугаю многие думают что они поймали золото но грамотные голубеводы понимают что они могут поймать привитую птицу которая несет это собой это заразу но неудобно там как бы снег мокрый идет и камера можете нам около там может съемка не будет этот и небо как бы пояснее стало сейчас то было вообще туманно закрыта была чуть-чуть приоткрылась те голуби ушли но их штук 10 было 10 моих было около 10 штук тех было я сначала не понял вроде вчера когда поднимал 15 штук кинул 1 копчик забрал там вот эти два брата мраморные которые у меня есть ну копчиком как бы на засаде я скрыта с клетки когда выкидывал голубь в этот момент не успевает перо выравнивать то есть вот такой выброс это неправильно тем более у меня никакого обру это обзора нету там мне место мало как бы на голуби получилось так как получилось я уже и забыл про этого голубя там два птенца есть по ним хотя голубь на птенцах он неплохой он слабый это вот два брата которые горю одного пятно на голове второго это у кого пятно на голове голубя то поменьше он живой остался и вот как раз если там увидели атака было к это копчики именно на тех двух братьев когда я вот ну их выкинул они только успели подняться и тут же было так это я потом тоже когда начал смотреть ну сын как бы не голубевод если бы снимал бы я я этот момент до 100 процентов снимал потому что я давно ждал показывать что моих тоже как бы берет тоже уходит голуби он берет слабых неплохих а слабых может быть хороший песку но слаб может быть хороший голубь но слаб может быть хороший голубка слаб может быть хороший голубь который чуть-чуть прибаливает тоже слабовато ну вот как бы садятся все два четыре шесть восемь девять десять десять штук поднял сегодня 2 ноября туманно но тем голубям молодцы хоть и приспустили все равно ушли но если птица гонна если умная она все равно уходит мне тоже как бы приехал к одному человеку я как поработал рядом ну как ехал обычно молодняк клетку и выкидывал подъезжаю он как раз своих поднял я 6 штук молодых выкинул там саша хлебовоз у нас там ножикова живет ну звони ему ну как чё там вот подъехал выходе выходит его голуби где-то но может полчаса полетали максимум спускается и мои вместе с ними песку на он чё говорит плен взяли твоих я вида нет саша блин не взяли но как вот осталось метров пять наверно тут уже все до крестовенного его уже все сели остались мои 6 штук висящий там не один из них не сядет потом голубята набирает высоту и уходит это как ты узнал что они не сядут ягу потому что ни один из них лапы не потянул на посадку ну твои приспустились они как бы стадное чувство да тоже приспускается но ни один из них не собирался сесть потому что на твои сели они обрадали ушки прилетели домой до новичков который держит голубей там вот этих комментариях у нас там часто писали там дропер и дропер и там это да ну я говорю дропер это голуби которые не летают они за заманивает голубей но как только вы завели голубятни это да голубей ну вот этих дропера вам немножко надо будет приучить свою птицу стиме намного легче будет то есть если допустим я привезу новую птицу да мне дропера не нужны у меня есть голуби если даже чужого я подниму я его посажу то есть буду гнать свою птицу в общем и посажу их теперь замерз залезу голубятню вот брата его забрали вот такой был это вот пятна на голове а вот рядом гнездо было этот брат его родной то даже вчера был красный голубь вообще обрезанный покажу каком состоянии он вот его не мог взять он лысый вес идет каком состоянии это голову сейчас как чему выглядит его голубка была тоже без хвоста без ничего там тоже нож лет но тот не ушел не ушел и бог с ним не ушел я как бы не горю этим то есть был бы сильный умный он был бы здесь мышь на этих на птенцах если нету нету хотя я как бы сам спровоцировал да но и водка как видели наверно перепел от перегара чтобы ушли до тогда это то что касается молодым голубеводами а сейчас отдалю это да вам необходимо хотя бы одну две пары для того чтобы приучить голубей потому что у голубей вот это да стайное чувство стадное чувство она развита да и у людей то же самое когда голубь внизу с крыши он спокойно спускается а когда на земле нет ни одного голубя он даже ваши же голуби с настороженностью ну было такое наверное кому-то там кошка залетела в голубятню да там голуби там могут днями не спускаться с крыши в голубятню собственной голубятню поэтому ну первоначально там одну-две пары возьмите просто чисто приучить голубей приучили потом их выбираете то есть если птица нормально даже молодая там когда есть на земле птица они спокойно спускаются то есть если я сейчас бы выпустил всю свою голубятню то птица бы села ко мне то есть им деваться было никуда я их просто плен бы взял то есть начали отходить от стаи там я бы тряханул других до потянул бы все равно ну как раньше мы ловили чужих голубей но сейчас чужих голубей ловить нельзя потому чтобы вместо этого голуби можете геморрой себя на заднице ловитом гру там может все быть может у голубя голуби шо летит но у него инкубационный период то есть заболевание как в днем есть то есть он пока летит пока нормально через неделю дни через десять пробьет это заболевание и будет награда вашим голубятнем то есть жадность это очень плохая штука что для людей что для голубеводов да там не жадничайте это вам не нужно это чужое это не ваше как вот мы даже в детстве если у нас голубь сел на соседскую крышу это уже не твой голубь это уже чужой голубь ночи удачи вам друзья гоняйте видите погода какая копчики у нас тоже есть хоть потерял голуби но я хоть рада да я говорю ну ездить никто не верит но позвоните волгоград спросите они есть тут копчики или нет тут их просто туча вот очень скоро будут моих рвать когда уже жрать им будет нечего у меня будет единственная столовая для них но все равно хорошие будут уходить от них успеха вам друзья